Часто бывает, что отправившись на отдых в популярное курортное место, люди возвращаются не получив должного удовлетворения. Это вызывает у них не только разочарование из-за зря потраченного времени, но и удивление, ведь большинству других отдыхающих все пришлось по вкусу. Астрологи связывают это с влиянием знака зодиака, который определяет предпочтение человека во многих сферах жизни, в том числе, в отдыхе. Водолеи от природы обладают любознательностью и активностью. Свободное время они предпочитают проводить в общении, либо за занятиями спортом. Зачастую они стремятся к духовному росту и жадно поглощают знания, которые могут помочь им на этом пути. Что касается комфорта, то к нему они практически безразличны, предпочитая внутреннее содержание путешествия и его внешнему виду. Лучшие места для отдыха по знаком зодиака, стрелец такие черты характера объясняют предпочтение водолеев касательно выбора места для проведения отпуска. Им хорошо подойдут те места, где можно заняться активным отдыхом, соприкоснуться с богатой культурой и, самое главное, не оставаться без общения с другими людьми. Лучшие места для отдыха по знаком зодиака, весы специалисты в области астрологии рекомендуют водолеям, отправляющимся на отдых, сразу несколько стран. Это Россия, Китай и Индия. Между тремя этими государствами очень много общего, кроме того, что все они являются членами БРИКС. Все они могут похвастаться богатейшей культурой и огромной территорией, а также гостеприимством местных жителей. Лучшие места для отдыха по знаком зодиака, Лев России идеально подходят для активного отдыха и длительных походов. На ее бескрайних просторах находится множество чудес природы, о которых до сих пор мало известно широкому кругу людей. На территории страны проживает более 190 коренных народов, чья культура и быт сильно отличаются и имеют тысячи лет истории. Стоит отметить и гостеприимство россиян, которые не привыкли к большому наплыву туристов и каждого нового путешественника встречают, как старого друга. Первые государства на территории Китая появились примерно в то же время, когда были построены древнейшие из египетских пирамид. Китайцы одними из первых изобрели письменность и активно развивали философские направления, но, что более важно, они до сих пор бережно хранят традиции своих предков. Поездка в Китай, может стать для водолея незабываемым приключением. Здесь расположено множество чудесных природных чудес, известных на весь мир. Практически безлюдный Тибет открывает огромные возможности для дальних походов и проверки своей выносливости, а общение с местными жителями позволит приобщиться к знаниям древних мудрецов, которые так важны для водолеев. Кроме того, Китай является второй экономикой мира и здесь есть все, что можно найти в любой другой стране мира, в плане развлечений и комфортного отдыха. Индия привлекает всех, кто ищет ярких впечатлений и возможностей соприкоснуться с удивительным мировоззрением ее местных жителей. Их древняя культура практически непостижима для разума западного человека, но внешнее проявление их образа жизни очаровывает всех, кому посчастливилось побывать на родине шахматы и йоги. Индия идеально подходит для отдыха водолея, который ищет новых сокровенных знаний и готов отказаться от комфортных отелей туристических городов. Практически все индусы доброжелательны и гостеприимны и среди них водолей почувствует себя, как дома. Индия не является важным центром активного отдыха из-за плохого развития инфраструктуры, но именно это и делает ее подходящей для выносливых и энергичных водолеев. Чтобы просто перемещаться по стране, посещая важные исторические и религиозные памятники, потребуется потратить немало сил. К примеру, популярный паломнический маршрут, который рекомендуется пройти каждому индуисту, растягивается почти на 5 километров. К счастью, его можно преодолевать не только пешком, но и на автомобиле.